Все же заслуживают лучшего из нас, да? Вы живете во внутреннем кинотеатре. Настолько ли это великое, что хочется? Рассказывать в красках или вы сами догадываетесь, какая катастрофа? Нету опасностей. Чувствуем себя неудовлетворенными, будучи удовлетворенными. И вот главное, что мы получаем. Вы можете точнее определить, в чем на самом деле вы нуждаетесь. И вот она, развилка. С одной стороны, те нарративы, которыми мы объясняем себе, что нам нужно, что нам важно, зачем мы живем, что нам надо делать и так далее. С другой стороны, наша жизнь, которая там, где мы есть, с тем, с чем мы есть, и чувствуется какой-то странный разрыв между тем, что кажется должно быть, и тем, что у нас на самом деле есть. Почему так получается, что то, что мы считаем для себя важным и то, что мы имеем на самом деле, вещи друг с другом не вполне сочетающиеся? Потому что мы не учитываем то, как в принципе работает машинка, которая сидит у вас в голове и производит вас самих. Машинка – это называется мозг ваш. Рисуем мозг схематично, добавлю лобной коры, префронталку, так сказать, нарастим. Что происходит на самом деле? На самом деле происходит, что у нас с вами по сути дела три уровня функционирования нашего мозга. Первый уровень – это так называемый ствол мозга, который выполняет две важные функции. первое дает вам ощущение того, что вы не спите, здесь именно находится переключатель вашего сознания, и когда он включается, вы вдруг понимаете, что вы присутствуете, и это понимают, как вы понимаете, самые примитивные создания, и поэтому наше сознание, его значение слишком преувеличено. И второе – здесь находится огромное количество клеток так называемой ретикулярной формации. Клетки ретикулярной формации по сути дела клетки-плейсмейкеры. У вас в сердце тоже есть клетки-плейсмейкеры, которые сами генерят разряд и заставляют сердце биться. Значит, вот, соответственно, есть нервные клетки, которые генерят разряд и производят, грубо говоря, психическую энергию. Ну, так сложно сказать, что она энергия, потому что сразу у всех парапсихология лезет в голову. Но на самом деле это действительно вот эти клетки, которые производят возбуждение. Дальше это прекрасное возбуждение поступает в подкорковые структуры. Я тут миндалину изобразил, тут у нас гиппокамп есть. Значит, что это за часть? Вот эта часть, которую, если вот так целиком обозначить, этот ствол, который производит энергию, вот эта подкорка, которая у вас есть, это и есть по большому счету вы. На этом вы заканчиваетесь. Да. Вот. Примитивная структура есть у птиц и все. Надо сильно не убрать. Значит, то, что касается корковых отделов, это же просто сервер. Просто сервер. Представьте себе, что разница между информацией, которая хранится на сервере и сервером как таковым. Но есть разница. То есть, по большому счету, это просто вот такое железо, которое у вас в больших количествах здесь присутствует, значит, которая программирует тот сигнал, который к вам поступает. Условно говоря, какой-то сигнал поступает, зрительный, слуховой и так далее, в разные зоны коры. Поступает. И здесь он программируется, превращаясь в какое-то содержание. Поэтому вы видите, слышите, воспринимаете и так далее. То есть, вот это аппарат, который создает то, чем вы пользуетесь. Всю картину мира, которая перед вами есть, это создается этим вот сервером. Зрительная кора, слуховая кора и так далее. А вы сами, это вот именно эта подкорка. Ствол мозга, который производит вашу психическую энергию и подкорковые структуры. Если эту кору убрать, вы все равно будете, можете быть даже в сознании, вы просто будете в сознании и в темноте. Если кора эта умрет, да. Вот вегетативные больные, сейчас с ними начали уже даже разговаривать, умирает кора, а вы есть, потому что у вас есть психическая энергия, которая приводит и есть ваше желание. Потому что в этих подкорковых структурах, собственно говоря, вот эта кора рисует мир. Вылавливаете разницу? Фотоны падают у меня сейчас из-за света, летят через перекрестие, попадают в затылочную долю. Я вижу свет, вижу вас, потому что фотоны от вас тоже отваливаются и летят мне тоже в сетчатку. И, соответственно, все вот это, все вокруг меня нарисовано моим мозгом. Вы меня не слышите. Я просто толкаю ваши барабанные перепонки. Из-за этого куча всяких разных действий во внутреннем ухе, после чего появляется нервный сигнал, который идет в слуховую кору, в височную долю. И височная доля создает мой голос у вас в голове. И у каждого в голове мой голос разный. В зависимости от того, как у вас натренировано это дело. То есть, понимаете, вот это все, что у нас мы привыкли считать собой, вот эти кору, серые клеточки коры, которые в шесть слоев там лежат завернутые в извилины, это, по сути дела, такой иллюзион, в котором вы присутствуете и которые вы созерцаете, слышите, ощущаете, воспринимаете и так далее. Вот мир не вокруг вас. Мир вот здесь, в этих корковых областях улавливает. Или вы думаете, я есть? Давайте сейчас с подвохом от психиатра вопрос. Нет, все, что вы воспринимаете, очень ограниченный спектр раздражителей, да, физических, химических и так далее, которые воздействуют на рецепторный аппарат. Все остальное, что вы слышите, чувствуете, переживаете, думаете и так далее, нарисовано вот этими корковыми областями. Да? Но вы зритель в зале? Или вы зал? То и то. Ну, в действительности и то, и то. Но если мы начинаем разбирать и смотреть на это, то мы понимаем, что кора, по сути дела, создает для нас 3D-картинку, такую 3D-визуализацию, все вот это с вашими мыслями и прочим всем состоянием. А есть некто, кто хочет, кто испытывает какие-то потребности, которому что-то нужно. И этот кто-то – зритель мира, который вы наблюдаете. При этом мир, который вы наблюдаете, создан, конечно, отчасти с вашим участием. Если бы вы не принимали участие в этой игре, этого бы не получилось. Но он создан той культурой, тем воспитанием, в котором вы находитесь. Вам нравится, вы испытываете чувство, вам кажется, красивым то, что красиво в нашей культуре. Представить себе, что вам покажется красивой женщина с шеей вытянутой, здесь кольца 33 ряда, понимаете, уши отвешенные такие, здесь висят такие, и в губе еще такая штука. Вы же не посчитаете это красивым, правда? Потому что это не из нашей культуры. В нашей культуре другая красота. Губы должны быть надутые, что там еще делают с собой. Ну, в общем, да, вот это вот. Это считается, типа, красота. Силикона в губах, и красоты пошло, понимаете, и рыбка. Вот это все, что вы живете во внутреннем кинотеатре. Вы улавливаете, да? Все, что там происходит, и то, что считается важным, замечательным и так далее, в этом кинотеатре создается. Вам долго рассказывали, условно говоря, про разные ценности, которые вы воспитывали с самого разного детства, с самого малого детства. Вам рассказывали, что в детстве. Значит, что слабых надо защищать. Рассказывали вам? Как вы думаете, в Спарте рассказывали то же самое? Отпуская очередную ногу недоношенного младенца в пропасть, да, вот, они говорили, защищайте слабых. Ну, вряд ли, да? Вот, значит, но это же часть вашего иллюзиона, в котором вы находитесь. Вы наблюдаете мир, который был создан под культурой, ценностями, установками и прочими, и прочими всеми делами. Когда я спрашиваю, что для вас важно, вы вглядываетесь в этот иллюзион. Улавливаете? Там важно, чтобы, я не знаю, ну, на что важно? Чтобы были люди богатые, знаменитые. Что там, делали великие дела, какие еще? Что такое великое дело, например? Я хочу сделать какое-нибудь значительное. Я все время понимаю, что они имеют в виду. После Александра Македонского все, понимаете, кажется просто как-то смешной, какой-то забавой, да? Ну, в зависимости от того, что сейчас в нашей культуре кажется важным. Знаете, сейчас, когда-то было очень важно Нобелевскую премию получить. Сейчас Нобелевских урядов развелось, как этих, как его, душили-душили, как называется, вот. А они все прут и прут, так сказать. И каждый год их прибавляется какими-то толпами, и вообще уже куда ни плюнь, попадешь в Нобелевскую уряд. Вот. Почему? Потому что, ну вот, в какой-то момент это стало очень важным. Это было так узкое горлышко, все туда стремились. Потом все это, стали премии давать на 10 человек. Дальше их стали производить в огромных количествах, и это деворвировалось, это есть в нашем иллюзионе, это вроде бы важно, но уже не прикольное. Ну, как бы прикольно, конечно, там миллион дадут, еще что-то. Настолько ли это великое, что хочется? А вот, например, там раньше было все, певица спела что-нибудь, у нее альбом золотой, платиновый, бриллинтовый и так далее, 125 тысяч концертов там и так далее. Раньше была богиня. В этом иллюзионе она бы, если появилась как звезда, понимаете, все бы тут. Вы бы там внутри упали бы в обморок. Ну, сейчас, в общем, в целом, уже какой обморок? Ну, как бы, звезда и звезда. Мы тоже звезда, мы на ютубе заведем канал и будем звездами, и все. Это вот такой иллюзион, который наполняется всей этой вот болибердой скульптуры, на которую мы созерцаем, но в какой-то момент она начинает нас расстраивать, потому что мы там вроде бы себе всего нарисовали, да, а мощности никакой в этом нету, какого-то такого дела, которое, чтобы вы вдруг достигли и сказали, вот, я получил то, что мне надо. Можно ли в этом кинотеатре получить то, что надо? Мы оказываемся заложниками достаточно вот этой такой странной ситуации. Дальше в результате происходит следующая драматургия, я вам должен сказать. Вот у вас вырабатывается психическая энергия и прет туда вам в голову. Она попадает сюда, значит, в этот наш распрекрасный таламус. Ну, тут, на самом деле, много всяких областей, там много ядер отдельных. И эти ядра специализированы эволюцией, заданы таким образом, чтобы решать определенный набор задач. Как вы понимаете, мозг мы получили не потому, что кому-то было нечего делать, и он решил сконструировать сложную игрушку, он был создан для того, чтобы решать эволюционные задачи. Понимаете, если вы возьмете любую амебу, если вы возьмете любую инфузорию туфельку, ланцетника и так далее, все эти существа, в общем, достаточно примитивные, ну, там, нервная клетка инфузории туфельки, как бы сказать, первая нервная система ланцетника, значит, зачем им нужна нервная клетка, вот эта вот, инфузории туфельки? У нее одна такая нервная клетка, отдельно стоящая, там, вкраплены. Что? Ну, нервная клетка защищаться. Ну, да, на нее и ей что-то сказали, она испугалась, и, значит, почувствовала, типа, дискомфорт, и вот нервная система создается под задачи эволюции. Да? Значит, задачи эволюции какие? Вот первое, самое примитивное состоит в том, чтобы выжить. Начинается с одной нервной клетки, которая говорит вам, что среда агрессивна, прячься. Да? Амеба это решает вообще там, на биохимическом просто уровне, соображает, что надо сейчас в цисту собраться и уйти на дно, так сказать. Значит, первое – это безопасность. Второе. Ну, амеба просто делится. Инфузория туфелька тоже, видимо, как-то делится. Вот. Дальше у нас возникает конструкция, что нам нужно изменчивость внести. Амеба не меняется. Надо определить, какая была такая и стала. Одни на одно лицо. Эволюционно плохая конструкция, надо вносить изменчивость. Поэтому создается пол, как структура изменчивости. Из женского пола выделяется мужской. Чтобы мужчины все знали, мы вторичны. Значит, из женского пола выделяется мужской пол, который создает изменчивость. Это экспериментальный пол для природы. Какой пол отвечает за поголовье? Женский, конечно. Количество детей определяет то, сколько сам их может их родить. А вот насколько они будут разные, будет зависеть от того, от каких самцов произвести. Если будет один самец, то все дети будут одинаковые. Если будет много разных самцов, то возникает вариативность. Улавливайте. Но дальше самцы должны конкурировать, чтобы тот, который посильнее, побольше оставил потомство. Улавливайте. Значит, соответственно, вот эта вся драматургия, связанная с полом и с борьбой за формирование этой изменчивости и прочего всего хозяйства, и стала нашей второй потребностью. Половой. Половая потребность у нас является второй после выживания. Ну вот мы с вами нашалили родители, произвели половую потребность, произвели нас с вами. Дальше мы оказались с вами в реальности, в которой нужно выживать, значит, выживать нам нужно, давайте, во-первых, поймем, насколько мы с вами плохое животное. Вот я хочу, чтобы вы задумались относительно того, насколько мы чудовищно плохое животное. Если нас в дикую природу выкинуть в одиночестве, что мы будем с собой представить? Без шерсти, в общем, да? Голые, вот, голые, зубы, зубы, вообще, да, знаете, столько стоматологов, чтобы было в природе. Ну вот, значит, плохо бегаем, плохо ладим по деревьям, значит, ногтей нету, значит, хвост отвалился, вот, вообще просто это не животное, а какой-то просто, да, просто какой-то недоделок, вот, то почему мы умудряемся с вами выживать, будучи настолько, как бы сказать, существами биологически неполноценными, потому что мы выживаем толпой, да, и у нас это вообще просто доведено до абсурда, нас же раздают предельно недоношенными существами. Вот это, если родили жирафенка, вот это для меня было потрясающе, у него ноги, там, вообще, как держать это все, он же сразу с длинными ногами, длинной шеей, вообще, совершенно анатомически, как это ходит, да, непонятно, вот, и вот его рожают, и он там в течение нескольких минут встает на ноги, мы с вами встаем на ноги к году, да, вот, и лучше бы мы еще сидели, да, потому что то, что мы встали на ноги, только увеличило степень риски нашего существования, да, вот, значит, да, потому что нам еще кучу всего нужно сделать, понимаете, чтобы эти ноги куда-то нас принесли в нужном направлении. Да, у нас огромный период детства, мы рождаемся с дико недоразвитым мозгом, ну, то есть он совершенно не способен к жизни во внешней среде, мы не можем жить без других людей на протяжении очень длительного времени, ну, там, обезьяны, там, к трем годам уже все, он полноценное существо практически, мы к трем годам только можем сказать, я не буду, вот, идите все в сад, вот, ну, как бы сказать, с чем он научился к трем годам, вот, значит, соответственно, для всех функций чрезвычайно важна нам наша социальность, значит, ну, социальность условно находится в подкорковых структурах, она задействует вот близлежащие зоны коры, которые ближе всего находятся к нашей подкорке. Итак, вот, что у нас с вами есть. У нас с вами есть дикая психическая энергия, которая рождается, хотите вы или этого нет, рождается она в таких количествах, в таких количествах, чтобы вы могли выжить в дикой природе, улавливаете, значит, ее рождается много. Дальше она, значит, выстреливает, это энергия, это психическое напряжение выстреливает в подкорковые структуры. Эти подкорковые структуры говорят вам, бойтесь, имейте половые связи, так сказать, да, и третье, вам нужно с этим обществом что-то делать, чтобы оно вас, как бы сказать, держало в своих членах, в противном случае вам будет не сдобровать, вы должны быть очень социальными существами. Вот эти три базовые потребности, вот эти две вообще самые базовые, эти вот связаны уже с нашим, как бы сказать, более эволюционным развитием, потому что даже если мы берем этих обезьян разных видов, их вот эти вот социальность растет вместе с мозгом. Процентное соотношение этих вот корковых структур увеличивается в зависимости от того, какую стаю вы образуете. Если вы обезьянка с маленькими мозгами, то вы сможете организовать только маленькое количество вокруг себя субъектов, соответственно, выживание ваше будет ограничено этой конструкции, в случае, если вы большая обезьяна под названием Homo sapiens, вы живете толпами от 80 до 150 человек, таковы среднее количество всяких поселений и прочих, значит, этих наших предков. Итак, значит, у нас это все поступает, и это есть мы. Мы – это то, что мы хотим. Кто находится в этом кинотеатре? В этом кинотеатре находится желание. Понимаете, в чем дело? Почему желание находится? Потому что если у вас нет вот этих желаний, будете вы формировать кинотеатр? Ну, странно было бы, да? Мы формируем весь кинотеатр, в котором мы живем, этот элезион, мы формируем под наши базовые потребности. Улавливаете, да? Энергия у нас поступает в вагон, чтобы выживать в дикой природе. Что нужно в дикой природе для того, чтобы выжить при наличии бесконечного количества угроз? Что нужно в дикой природе для того, чтобы оставить потомство? Ну, девушкам надо немного. Нужно просто родиться девушкой. А юношам нужно, я вам должен сказать, произвести массу всяческих действий, так сказать. И не только с девушкой, а, прежде всего, с другими юношами, которые, собственно говоря, претендуют на то же самое. Вот, значит, короче говоря, у нас с вами возникает вот этот вот напряженный комплекс и этот элезион, который создавался, с одной стороны, вот этой культурой, культурой, которая нам сюда, видите, на наши органы чувств воздействовала. Музыкой, установками и прочими всеми делами. И все зависело от наших потребностей. Представьте, если бы у вас не было потребности в безопасности, ну, вряд ли бы вы здесь обнаружили какие-то возможные угрозы. Да? Если бы у вас не было половой потребности, вряд ли бы вы здесь обнаружили потенциальных половых партнеров с их красотой, характеристиками и так далее. Да? Если бы у вас не было потребности в социализации, вряд ли бы вы так беспокоились по поводу справедливости, дружбы. Там, я не знаю, что вас уважают, понимают, признают. Что-то хотят с вами идти в разведку. То есть эти вещи, ну, вот этот мир, он на вас сюда говорит, и вы здесь выхватываете, потому что у вас здесь это есть. Если мы возьмем человека, страдающего аутизмом, да, у него очень плохо развиты те зоны, да, ну, прежде всего, зеркальные нейроны и дефолт-система мозга, она, как бы сказать, не так развита, как у других людей. Он идентифицирует вокруг себя, он переживает, что его не уважают, например. Или что к нему плохо относятся, не поддержали на дипломатическом банкете. И, конечно, нет этого во мне, этого не будет и здесь. Хотя те же самые люди, та же самая культура, с требованием уважения там и так далее, и так далее. Если у нас эти структуры есть, мы это выхватываем из пространства. К чему я веду? Я веду к тому, что иллюзион, в котором вы находитесь, создан не просто так. Не просто так пришла культура и сказала, будешь вот это, вот это, вот это. Нет, она пришла к вам сюда и была выявлена наличествующими у вас потребностями. То, что у вас есть кумиры, если они у вас есть, связано с тем, что у вас есть потребность в социализации. То, что вам кто-то нравится или не нравится, и вообще есть красивое, некрасивое, то, что вас, как бы сказать, влечет, не влечет, зависит от того, что у вас есть половая потребность. Если она будет снижена, и вам будет по барабану. Вы просто этого вообще в иллюзион не включите. Соответствующие раздражители будут, но в Корее это не зафиксируется. То есть, условно говоря, если понять, что у вас, как бы сказать, находится в наборе ваших ценностей и так далее, ну, вот этих, что в Корее осело, и что там является самым важным, мы поймем, насколько у вас выражены те или иные потребности, которые жаждут своего удовлетворения. содержание вашей коры не случайно. Да, одна и та же культура, но мы из вас, мы изготавливаем с вами разных тараканов, потому что это зависит от того, что у нас здесь, внутри, как бы сказать, не дает нам покоя. На уровне ствола мы все одинаковые, ну, более-менее. Просто у кого-то больше условно-ретикулярной формации, или она более психопатическая. У кого-то меньше. Понятно, что все везде есть кривые распределения. И понятно, что среди нас есть люди, у которых, понимаете, энергии вагоны, и никуда ее не девать. И вообще, что это, когда он угомонится, наконец, все ему не имется. А есть те, которые астеничные, которым все вяло, тускло. Вообще, зачем вы оставьте меня ради Христа в покое? Я тут, как бы сказать, тихо затуплю. Это странно. Ну, начинают объяснять всякими разными детскими комплексами, против всей мутью. Вот он, что вот там, это вот. Ну, послушайте. Это вот. У Гамилева есть. У него там несколько глав есть в биосфере Земли. Два Николаевича. Там у него есть, про Наполеона мне нравится, сначала. Он говорит, Наполеон был в таком-то году бедным поручиком. И так далее. И вполне понятно его желание. Значит, сколько там было этих поручиков? Бедных. Значительно больше, чем императоров. Но только у одного зазвенело до такой степени, понимаете, что надо до императора добраться, чего бы это не стоило. Это были детские комплексы конкретного поручика? Ну, что же это всех поручиков-то не рванули-то в психиатры, хотел сказать, в императоры. Почему? Потому что у него с ретикулярной формации нет покоя. Не угомонится мужчине. Нужно ему, так сказать, двигаться. Дальше он сюда попадает. И очевидно, что у Наполеона что там? У него, конечно, со всеми потребностями было полное безобразие. Я вам должен сказать, учитывая Жозефину и все прочие товарищи. Ну, вот это-то у него становится суперважной, иерархическая потребность. Понимаете? Он дальше остается. И дальше, что он здесь видит? В своем иллюзионе он видит сразу, что он будет делать для того, чтобы получать власть свою. Понимаете? Всем говорили, что императоры существуют. Но только одному, понимаете, пришло в голову, когда их императоры убили, понимаете, им сто встать. Ну, из этой их публики. Вот. Короче говоря, то, что вы видите не случайно. Ваш мир и то, что вы себе представляете не случайно. Это является порождением того, каковы ваши базовые потребности и насколько они актуализированы. Уловили. Дальше мы оказываемся с вами в мире, и вот вы уловили такие потребности. Во-первых, потребность в безопасности. Во-первых, потребность, значит, вторую – половую. Третью – потребность в социальности. Все, хорошо, молодцы, поздравляю вас. Дальше вы оказались в реальном мире, в котором нету опасностей. Представляете? Я вам должен сказать, это парадокс. Потому что, когда нас воспитывают, у нас мозга-то нету, еще, когда мы маленькие. И что делают родители? Они нас постоянно запугивают. Это системные действия родителей. Упадешь, ударишься, значит, держись руку на эскалаторе, сейчас тебя оторвет. Вот это все здесь вырвет, здесь сюда, это здесь заболеешь, здесь умрешь, здесь еще что-то. Ребенку говорят по барабану, но постепенно у него формируют целый набор самых разных таких нарративов про то, что смерть ходит вокруг. У нее большая-большая швабра с этим, как это, коса. И, значит, она всех косит просто. Косит, 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 косит. И, значит, в какой-то момент у нас все это хозяйство созревает. И дальше мы созрели к тому, чтобы видеть угрозы. Все сформировалось. У нас есть психическая энергия. И есть психическая энергия, которая в подкорковых структурах превращается в борьбу за безопасность, в страх, амигдала. И дальше есть огромное количество вариантов, по поводу которых можно начать переживать. И дальше у нас наша психическая энергия вот отсюда. Вот она здесь сформировалась. Здесь превратилась в чувство тревоги и напряжения. И дальше мы находим. Из-за чего нам впасть в тревогу. Ловлю ведь? У нас, может быть, и нет опасности. Какая у вас опасность? Я все время говорю, если вы хотите проверить, все, выходите. Здесь есть перекресток, улица Достоевского, с разъезжей. Ложитесь в центр. Реально просто лягте. И вот пусть оно, значит, опасности придет к вам. Значит, я рассказываю, что будет происходить. Значит, сначала будут вас объезжать машины и бибикать вам, чтобы вы встали. Они будут беспокоиться, что вы там валяетесь. Потом кто-то сердобольный вызовет скорую помощь. Приедет скорая помощь вместе с милицией, будут долго выяснять, что вы валяетесь там. Вы будете говорить, что вы проверяете все на опасности, насколько мир опасен. Дальше все закончится тем, что они, составив протокол, отправят вас в психиатрическую больницу. В психиатрической больнице вы будете продолжать проверять мир на опасность, откажетесь от еды. После чего возьмут зонтик, ставят вам и начнут вас кормить через зонтик. Если вы будете отказываться переворачиваться, у вас будут образовываться полролежни, вас будут вертеть там, перекладывать и похлопывать. Вот степень вашей опасности, вашей жизни. Но мы с вами все живем в страхе. Мы живем в страхе. Соразиться, заболеть у нас сердце откажет. Будем бедные, несчастные. Нас все бросят, и все это случится. Мир полон кошмаров. Дальше половая потребность. Рассказывать в красках, или вы сами догадываетесь, какая катастрофа. У нас точно так же возникает психическая энергия. И сюда она где-то здесь обретает свой вектор. И дальше вы, соответственно, начинаете что делать? Рассматривать свой элезион на предмет удовлетворения соответствующих потребностей. Значит, как страхи были даны вам снаружи, потому что вы бы не знали ничего о болезни, если бы вам про них не рассказывали. Понимаете, да? Кто бы знал, что у него будет инфаркт Микарду, понимаете, если бы ему про это не рассказывали. У меня была пациентка такая, недолго не признавалась, что она боится чего. Потом она сказала, у меня Микарда. Откуда она выносила эту Микарду, непонятно, но кто-то ей сказал. Или что у нее будет разрыв аорты. Почему? В связи с чем? Но где-то она услышала, это было очень драматично. Соответственно, половые партнеры тоже нам даны снаружи. Напишу секс. Они тоже даны нам снаружи, они даны нам как? Они даны нам сначала в детстве, всем начинают рассказывать, что есть мальчики и девочки. Это становится существенной, так сказать, линией раздела. После того, как нам сказали, что есть мальчики и девочки, дальше стали рассказывать, что есть хорошие женщины, есть женщины неприличные, есть мужчины ответственные, есть мужчины безобразники и так далее. Потом нам рассказали, какие бывают прекрасные принцессы и принцы. И про это была уделена вся художественная литература, созданная, как раз, видимо, из-за проблем в этой сфере. Она превратилась в романтизацию, превращение для вас в создание романтических героев. И у вас у каждого в голове есть идеальный половой и семейный, и жизненный партнер. Значит, есть этот партнер, про которого вы постоянно думаете и с которым вы сравниваете, что вы имеете. Сравниваете с печалью. Это тяжелая, так сказать, у вас на сердце тяжесть, так сказать. Потому что, ну, как бы, все же заслуживают лучшего из нас, да? Да? Задумайтесь, формулировка, да? Все хотят быть императором. Это в том случае, когда все бедные поручики и бедные поручицы, все хотят быть императорами и императрицами. Потому что всем нужны принцы и принцессы. Дальше начинается поиск этот активный в нашем иллюзионе. И требования, которые мы предъявляем, мы предъявляем не к реальным людям. Предъявляем к этим фантазмам, которые в нашем иллюзионе созданы. Еще, знаете, вот это все масло в огонь подливает подростковый возраст. Значит, к вам случается этот подростковый возраст? И дальше, значит, молодежь имеет свойство, значит, ну, там же сексуальный придет в голову, мозгов нету и что увидел, сразу полюбил, правильно? Вот. А тут появляются взрослые и говорят, чего? Это тебе не пара. И мы тут вдруг, нам начинают формировать идею, что у нас есть какая-то такая специальная пара, которая заслуживает нас прекрасных. Да вот. На самом деле родители просто хотят остановить все это безобразие, значит, и куда-то, значит, его временно хотя бы, так сказать, придержать. Но уже есть конструкция, что мы, конечно, им не верим, но мысль-то западает. Лавливаете? Мы должны найти свой праздник в жизни. Мы всегда недовольны своими партнерами. Всегда. Главное, нас долго с партнерами не оставлять друг вместе с другом. Нет ничего хуже отпуска для семейной пары. Едут туда. Сейчас отдохнем, побудем вместе. После отдыха они не разговаривают. Вот. То есть наличие жизни и раздражителей, на которых они могут переориентировать агрессию, как Конрад Лоренс завещал, да? Потому что мы же друг на друга инстинктивно вырабатываем агрессию. Тем, кто ближе к нам, мы на них больше вырабатываем агрессию. Это биологический механизм. И мы думаем, вот мы сейчас уединимся, и наступит нам счастье. Это просто всех отвлекают. А так мы друг друга любим просто в засос. Сейчас все кругом исчезнет, и вот мы, значит, какое-то даже кино, помню, из разных вселенных, вот они встретились, руки протянули, такой был кадр. Я помню, как-то больные все рисуют. Ну, фантазии у них. Если они вдвоем останутся, они поубивают друг друга сразу, потому что у них не на кого будет переориентировать агрессию. Когда вокруг вас много всяких разных еще дополнительных людей, вы можете раздражаться еще на кого-то других, на сотрудников, на водителей, которые плохо водят и так далее. Когда вы остались один на один в машине, понимаете, вы начинаете так все потихоньку-потихоньку, и дальше гау-гау-гау, ну и дальше оно цепное, так сказать. В общем, хорошо, когда есть на кого скинуть все это безобразие. Соответственно, вот этот наш иллюзион. И в нем есть этот идеальный партнер, которого в принципе в природе не существует. Природа не придумывала нам никакой конструкции, при которой мы могли бы быть счастливы с другим человеком. Она придумала конструкцию, в которой мы можем более-менее функциональность со 150 людьми. Видимо, перераспределяя агрессию между всеми этими по очереди. И мы вот переходим к нашей социальности. Соответственно, третья вещь, вот эта социальность мы видим. Точно так же. Ну вот условно говоря, вот она мы здесь будет находиться, какие-то подкорковые структуры тоже участвуют. И дальше мы, соответственно, запрашиваем окружающее пространство по поводу нашей социальности. Ну, кто из нас не переживал, что жизнь наша не удалась настолько, насколько бы мы хотели? Все стали смеяться, что вы смеетесь. Это печально. У меня в этот момент все должны плакать, а вы смеетесь. И банкуют. Понятно, что какая, я говорю все время сейчас, самая вредная сказка? Самая вредная сказка последнего времени из женщины, которая заработала миллиард на нашем несчастье. Ну, конечно, кто еще за какая женщина заработала миллиард? Почему? Потому что, значит, представьте, это мальчик, он же по сути дела избранный, да? И, значит, царь мира сего. Вы понимаете, да? Он же просто способен, так сказать, просто быть центром мира, и вокруг него все должно трястись. Вопрос, с какого ляду? Значит, это потому, что у нас вот новый мир, в котором появились, вот, и дальше, если возьмете старые сказки, там, понимаете, вот это, они были не такие вредные. Там, значит, вот, вы дурак, все же ассоциируют себя с главным героем, вы понимаете, да? Сказки пишутся для того, чтобы вы могли себя почувствовать в роли главного героя. Вы дурак, и все вас считают дебилом. Старшие братья, ну, вы сами их считаете дебилами, но вы не можете высказаться, потому что, в общем, они определяют, как бы сказать, финальную версию. Вот. И, в общем, приходится примириться, что вы из дурака. И дальше вам приходится в связи с этой своей дуростью, понимаете, как-то все-таки добиваться чего-то, да? И вы должны что-то такое сотворить. Куда-то за три девяти метра береться, понимаете, куда-то нырять, там кого-то доставать, утку ловить, понимаете, в яйцо стрелять. Куча всяких разных мероприятий, которые необходимы. И после этого, хоп! Ну, там счастье, все. Мед пиво пил, полусам текло, в рот не попало. Замечаю. Они всегда предупреждали, что в Волан-де-Морту убийство не приводит ни к чему хорошему. Ну, то есть, как бы сказать, свадьба будет, но без мёда всё равно придётся жить. Вот. Да, значит, соответственно, здесь всегда была эта конструкция, что мы должны пройти через набор всяких разных испытаний. Но если вы посмотрите Гарри Поттера, Смешариков, Машу и Медведя и прочую всю вот эту нынешнюю драматургию, в которой мы, собственно, оказываемся, то праздник нам должен быть дан просто так. Просто по факту нашего рождения и то, что на лбу нам написали, понимаете, зигзаг. На лбу написали зигзаг, и мы должны быть все счастливы. И это всё интегрируется в наши мозги. И, в принципе, нам это интегрируется уже достаточно давно. Это стало интегрироваться в тот момент, когда цивилизация потребления стала превращать нас в потребителей. Значит, долгое время нас в потребители не превращали, потому что это никому не было нужно. Лучше, если потребитель будет суверен. Я потребитель, вы производители. Очень комфортная обстановка. Потом вот это всё, понимаете, чёрный технический прогресс начали производить, для того, чтобы быть сувереном, миллиардером, нужно что? Нужно всех превратить в потребителей своего продукта. Все это должны заслуживать по факту рождения. Ты родился, поэтому ты заслуживаешь того, чтобы стать самым великим, самым лучшим и позволить себе самое дорогое и прекрасное. И в нас начали как в Гарри Поттере формировать эту конструкцию, что мы должны с вами быть вот этими всеми, с обложки, с яхтой, со счётом и так далее. И вот эта вся муть, соответственно, где находится? А нам она нравится, да? Вам же нравится эта идея? Валя улыбается, и вам нравится. Всем нравится. Значит, да, нам всем нравится эта идея. У нас есть соответствующая потребность. Улавливайте, да? Чтобы вот у нас всё это было, и при этом все нас восхищались, падали в обморок, понимаете? И говорим, о, идёт Гарри Поттер, Гарри Поттер идёт, и всё, палочки зашевелились, в мёдлу взлетели, всё, счастье есть. Значит, мы все, почему? И дальше вот возникает этот мир, в котором мы живём, как я сказал, возникает не просто так. Возникает, потому что, с одной стороны, есть вот это внешнее давление культуры, ещё я сюда напишу власть. Власть, вот эта безопасность или угрозы, секс и, как бы сказать, вот эта вся интимно-романтическая жизнь, она вся, значит, вот здесь подробно нарисована культурой, то, что вы понимаете, что с этой стороны есть другие мозги, тоже отмороженные, да, которые всё это производят в виде этой женщины с миллиардом и так далее. Они все, значит, генерят эту всю историю, и производители с миллиардом, которые превращают нас в потребителей, они нам это создают, апеллируют к нашим этим потребностям, да? Значит, и мы соответствующим рисуем дело иллюзион. Дальше, соответственно, чем всё это заканчивается? Улавливайте. Значит, что такое? Значит, люди страдают все тревожные, несчастные и находят поводы для беспокойства бесконечного и из-за всего переживают. Мы переживаем по самым разным вещам и переживаем бесконечно. Мы переживаем по поводу того, что нас не любят, не понимают, не ценят, не принимают. Значит, нам не дают шансов, у всех получилось, у нас не получилось. Им дали, нам не дали. Им повезло, нам не повезло. Здесь у нас сердце отказывает, здесь у нас хвост отваливается и так далее, и так далее, и так далее. И это всё может продолжаться в бесконечном количестве. И непонятно, что нас сдерживает. А, сдерживает, что никто не готов это выслушивать от нас. Потому что если бы были бы те, кто бы… Мы бы им без конца рассказывали про всё несчастье, но проблема состоит в том, что как ты даже близкому человеку пытаешься всё это рассказать, он тебе что говорит? Да? Лучше заткнись, да? Почему? Потому что у него ровно такая же конструкция. И вот это, собственно говоря, и есть наша жизнь. Значит, запертый в этом иллюзионе зверёк. Значит, он при этом считает, что вот этот весь иллюзион, который он видит, он реальный. Потому что именно его он и видит. Хотя на самом деле вы понимаете, что это вовсе не реальный мир. И дальше вот есть наши эти переживания, связанные с невозможностью удовлетворения наших потребностей. Теперь я хочу, чтобы вы задумались об этой совершенно драматической вещи. Она по-настоящему драматическая. Послушайте. Все наши потребности удовлетворены. Ну, про безопасность я вам рассказывал. На перекрёстке Достоевской и Разъезжей с вами ничего не будет происходить. Ну, кроме спасения вашей жизни с помощью бригады специально обученных людей. Значит, каждый у нас, никто не должен доказывать своё право на существование, на жизнь, на то, на пятое, на десятое и так далее. Потому что в любой стае вы должны будете доказывать это. Если вы не будете хороши в стае, что с вами сделают? Вас выгонят. Если вы что-то будете. У нас кого куда могут выгнать, я просто вот интересуюсь. Ну, пока не создано каких-то специальных островов, на которые высылают неприятных людей. Понимаете? Вот, есть одно место. Одиночная камера, в ней сидит Брейвик. И говорит, это бесчеловечно, что вы посадили меня в одиночную камеру. Жалуются. Я его понимаю. Ему придумали самое плохое наказание. Его выдвинули за пределы социальной группы. Но внутри нашей социальной группы у всех одинаковые права. Есть право на жизнь, право на то, право на сёп. Нам ни за что не надо бороться. Да, в иллюзионе написали, что мы должны иметь миллиард. И этот, как его, что-то ещё быть царем мира там и так далее. Но это же в иллюзионе написано. Но в действительности и опасности написано в иллюзионе. Но реальных опасностей нет. И реально нам не надо ни с кем конкурировать, для того, чтобы в нас признавали личность. Ну, нам и наплевать, признают, не признают. Она же у нас есть. Мы можем не ходить торжественно. И в любом месте её, так сказать, у меня есть мнение. Да, и всё нормально. Половая потребность, как вы понимаете, может быть удовлетворена достаточно нехитрым образом. Поскольку есть интересанты. Вопрос требований. Если вы хотите все принцессу, то это точно сразу ограничивается. Если вы хотите все принца, то, соответственно, тоже возникают проблемы. Но не для половой потребности. Она может быть легко удовлетворена. Улавливайте. То есть, правда состоит в том, что вот это животное, которое есть вы, находится в кинотеатре, в котором показываются самые разные киношки, созданные при его непосредственном участии, потому что ему именно эти киношки интересно смотреть. И у него-то всё в порядке. Но сам он глубоко несчастен. И это реальность. Вы в курсе, что мы изучаем красную таблетку? Когда читаешь, думаешь, что автор преувеличивает степень катастрофы. Но что может быть хуже, когда у вас есть всё, что вам нужно? И вы при этом тотально несчастливы. Перманентно. Потому что это всё продолжается. Иллюзион не останавливается никогда. Он даже во сне не выключается. Он во сне продолжает то же самое. То искушает, то сообщает про несчастье. Когда я говорю, что мы обречены на самих себя, я говорю про это. Понимаете, если случится война, что произойдёт? Весь иллюзион будет закрыт. И вам скажут, спасайся. И он так вот. И вы все найдёте здесь контакт. Войдёте, так сказать, взрывомыслие. Значит, вся энергия сразу будет потрачена на спасение. И никаких неврозов. Счастья есть его, не может не быть. Иллюзион закрыли. Займитесь делом, так сказать, тем, что вам природа, война, это нормальное состояние. Как вы понимаете, в природе. Вы же понимаете, что вы там не прекращаете. Там в Африке идут войны по 40 лет. Понимаете? В Европе тоже были, когда были примитивные, тоже это 30-летняя война, там, скажем, 100-летняя. Сколько их там? Не прекращай ещё это все. Нормальное дело. Война – хорошо. Нету неврозов, нету иллюзионов. Занимайся своим прямым делом. Выживай. Борись с теми, кто у тебя собирается всё отобрать. Вы уловили, какие у нас три базовые потребности? Да? Уловили, что они у нас с вами удовлетворённые. И поняли, почему мы несчастные. Значит, схема состоит из трёх пунктов. Про них нужно просто подумать. И сразу становится понятно, что, в общем, всё очень нехитро организовано. Кажется, что сложная. Кажется, наша жизнь такая сложная. Такая вот прямо. И у каждого она такая индивидуальная, такая особенная, такая и всё что-то. А в реальности есть просто наше психическое напряжение, которое мы тратим по трем направлениям. И, к сожалению, иллюзион, который мы нарисовали, который нами создан, нас вводит в состояние, что мы чувствуем себя неудовлетворёнными, будучи удовлетворёнными. Это надо было, конечно, умудриться создать такой спектакль. Но мы умудрились. Да, значит, соответственно, самое главное – это, конечно, внести корректировки в иллюзион. Значит, то, что вы сейчас с вами будете дальше проходить на следующих занятиях по красной таблетке, это всё дело направлено на то, чтобы вы разобрались с собственным иллюзионом, из чего он состоит. По всем трем инстинктам вы пройдётесь. Ну, я надеюсь, что вы красную таблетку уже читали. Да вот. Значит, там это изложено. Значит, здесь вы это пройдёте в практических занятиях и поймёте, из чего состоит этот спектакль. Я хочу, чтобы вы понимали, зачем осознавать эту часть. До тех пор, пока вы не обозначите вот этот прекрасный мир иллюзий, не выведите его на поверхность и не сделаете для себя очевидным, никакое метасознание вам не поможет. Вы будете всё равно болтаться здесь вот между первым рядом, понимаете, и этими 3D-очками. Поэтому, значит, первое, что здесь нужно понимать, мы должны разобраться в этом собственном иллюзионе. Значит, второе, что вы должны понять, что у вас, хотите вы или не хотите, дохрена энергии. И она будет продолжать вырабатываться. И если вы не осознаете собственную ответственность за правильное распоряжение собственной энергии, вы будете создавать и создавать иллюзион, который будет делать вас несчастными. Вы будете смотреть бесконечно. Ну, если бы у вас было мало энергии, вы бы пришли, батарейка села, вы бы сели так и вместе. Но вы же этого не делаете. Вы дальше начинаете смотреть, как бы сказать, со всеми взаимодействовать и прочее-прочее производить, рисовать свой эллюзион. И дальше больше и больше расстраиваться. Понимаете, почитаем экклезиаста. Человек точно был слишком много этой ретикулярной информации натворил. Человек знает что, говорит, очень печально жить мне после этого. Ну, товарищ, а ты что делал-то? Мы должны понять, что у нас есть ответственность за нашу психическую энергию, которая в нас будет вырабатываться. Значит, следующая проблема состоит в том, что вы не можете с помощью этой психической энергии удовлетворить те потребности, которые у вас заложены биологически. Потому что они у вас уже являются удовлетворенными. Ну вот, то, ради чего вам дается энергия, вами уже достигнуто. Потому что мы с вами стайные животные, живем в толпе, и эта толпа сделала так, чтобы мы с вами не испытывали ни в чем и ни в чем себе не отказывали. Соответственно, вот что мы, собственно говоря, с вами получили в качестве подарка, который является бременем. Наша психическая активность, наша психическая энергия. Теперь вы задумайтесь, я говорю вам, зачем мы изучаем мышление. Зачем вообще просто создавать в голове сложность, чтобы мыслить сложно? Да, это хитрый ход. Но поверьте, это единственная конструктивная конструкция, которая позволяет вам тратить психическую энергию. вам кажется, что она вам нужна для борьбы с опасностью. А этих опасностей нет. Вам кажется, что она нужна для того, чтобы вы нашли свою принцу или принцессу. Вы их все равно не найдете. Ну, любое нахождение будет мимолетным увлечением. В целом, такие увлечения можно находить и без большой продолжительной интеллектуальной работы. Точно так же со всеми великими, грандиозными делами, на которые нас как-то там должна была сподвигнуть культура, для того, чтобы мы все это, значит, выполняли ее задачи и участвовали в конкурентной борьбе, участвовали в производстве, участвовали в зарабатывании. Так эффективно, понимаете? Нам говорят, тебе нужно то-то, то-то и то-то. И мы давай функционировать, чтобы все это попытаться получить и двинуть экономику. А кто-то заработает. Прикол? По-моему, очень... И причем еще сами все будут делать. Все хорошо организовано было. Вот. Значит, мышление – это конструкция, которая позволяет... Она большую затрачивает очень много энергии. Сейчас поговорите с теми, кто у нас учится на чертогах. Значит, они вам скажут, что они испытывают очень тяжелую работу. Проводят. Они мне в письмах пишут, что работа просто чудовищная. Что вообще просто это какая-то дикая катастрофа, и надо снова все пересобирать, и наконец мы поняли, что собрали неправильно. Значит, чем больше у вас расширяется вот это пространство, в котором вы можете проводить интеллектуальную работу, тем вы больше работаете. Вы тратите психическую энергию. Она... Вы даже и на таблетке тоже, когда все это начали думать, у вас тоже началось ощущение того, что вы много работы делаете вдруг. Да? Вы просто стали делать картину мира, модель мира более сложной. И вот главное, что мы получаем. Когда вы делаете модель мира более сложной, вы не только тратите психическую энергию, вы знаете, что вам делать. Потому что, если модель мира сложная, карта реальности сложная, значит, она больше соответствует реальности. Это как детализация. Карта с разрешением один к миллиону, и карта разрешения один к одному. Чем сложнее ваша карта, тем она более детализирована, тем она лучше отражает реальность, тем точнее ваши действия. Значит, мы с вами тратим психическую энергию на то, чтобы создать сложные модели реальности для того, чтобы знать, что делать. Какие действия в реальности совершить. И в этом смысле весь иллюзион теряет свою ценность. Потому что в иллюзионе вся фишка в том, что вы не знаете, что вам делать. Вся фишка иллюзиона, что она вашу психическую энергию сдавливает. Потому что как стать императором, как стать самым знаменитым человеком и Гарри Поттером, как найти принцессу и принца или принцессу, как защититься от того, что на тебя не нападает. вы не знаете, что делать. Невроз – это состояние, когда вы не знаете, что вам делать. Он даже проявляется таким образом. Сердце отказывает. Что делать – не знаю. Бегу к врачам, врачи говорят – отвали. Я вообще не знаю, что делать. Вообще в этом всем, понимаете, драматически неизвестно, что делать в иллюзионе. Когда вы создаете сложные модели реальности, когда у вас вы тратите на это большое количество сил, вы их тратите уже, а дальше у вас есть ясные ходы, что вам следует делать. То, что вам предстоит сейчас на следующих занятиях разбираться с иллюзионом. Это важная вещь. Вот просто это расчистка завалов. Вторая вещь, которую вы делаете. То, что мы делаем, разбираясь с иллюзионами, мы уже формируем более сложную карту реальности. Потому что, когда вы понимаете, что ваши нарративы не объясняют реальность, у вас возникает озадаченность. Когда у вас возникает озадаченность, у вас возникает ориентировочный рефлекс. Вы начинаете видеть новые и новые факты. В этом все дело. После того, как у вас возникает способность строить более сложные модели реальности, и вы тратите на это собственные силы и ресурсы, вы можете точнее определить, в чем на самом деле вы нуждаетесь. И только после этого становится понятно наше важно. Я, конечно, могу вам сказать заранее, каким будет это важно. но я не буду этого делать, потому что если вы его сами не ощутите в себе, ценность моего слова будет никакой. Уладь. прежде. Продолжение следует... Продолжение следует...